Сегодня 19 декабря 2022 года, понедельник, 20.00. Так, ну, хотелось послушать Игоря Леонидовича тоже. Да. Игорь Леонидович хотел незаметно, а его сразу же обнаружили и уже хотят услышать. Так что вы пока подумайте, может быть, мы вас в конце эфира как раз-таки и послушаем. Ну, а пока Игорь Леонидович будет собираться с мыслями, мы как раз-таки пройдем сегодня по слайдам, по традиционным, потом немножко поговорим про новости. У нас сегодня есть хорошие новости и кое-кого поздравим. Так что, ну, давайте пока все по порядку. Меня зовут Алексей Новомович, по образованию инженер-программист. Ну, а с 2014 года занимаюсь продвижением U-технологий, технологий Юницкого. Ну, и начнем традиционно с проблем в современном транспорте, коих уже на сегодняшний день накопилось огромное количество. Вот. Ну, и, естественно, ни для кого секрет, что это и пробки на дорогах, аварийность. Вот. И мы с вами видели не только эти фотографии, но видели на недавних вебинарах, что происходит в той же Индонезии. Вот. Как в пробках не просто люди стоят и коротают время, а еще и, Елена, добрый вечер, да. И гибнут люди, оказывается, то есть, когда на жаре, целыми сутками стоят в пробках и не может подъехать ни скорая, и нет ни воды, ни еды, и люди прям гибнут. То есть, ну, это уже просто в некоторых странах достигает просто апогея. То есть, ну, если в нашей стране это представить, ну, как бы сложно, вот, но в таких странах, как Индонезия, где-то в Китае, в Индии, то есть, это прям проблема сегодняшнего дня. Поэтому первая проблема, естественно, это пробки в сложности на дорогах. Вторая проблема, Александр, здравствуйте, это связано с логистикой, то есть, контейнерная перевозка. Все мы знаем, что мы заказываем грузы из Китая, вот, и они идут к нам неделями, то есть, приходят ожидать покупку. То есть, мы ее быстро находим на сайте, быстро за нее платим и потом неделями ждем, пока к нам покупка эта придет. Соответственно, ну, все это проблема, проблема логистики. Вот, и она как раз-таки, одна из проблем именно кроется вот в этих таких вот пересадочных... То есть, сами, пока пароход плывет, как бы ничего, такой проблемы нет, но как только он заплывается в такой порт, и вот здесь начинаются самые вопросы, как быстро все снять, как в нужном направлении перенаправить. Вот, ну, и это порой стоит и очень больших затрат денежных и временных, вот, ну, и здесь тоже есть ряд очень больших сложностей. Вот, ну, естественно, тоже это климатические особенности, то есть, где-то какие-то страны борются со снегом, как у нас сейчас в стране, снега, очень, так скажем, изобилие снега, вот, поэтому у нас сейчас чистят в две смены круглосуточно снег, вот, где-то чистят песок, вот, но где-то ливнями смывают дороги, мосты, вот, в частности, в Африке. Знаю, недавно было разлитие, посмывало мосты и вот их восстанавливают, то есть, ну, так что проблема тоже весьма существенная. Ну, естественно, выхлопные газы, вот, нефтяные разливы, то есть, все это тоже присутствует. Ну, помимо эксплуатационных таких моментов, есть также и сложности со строительством, то есть, казалось бы, построить обычную асфальтную дорогу, вот, это целый ряд мероприятий, которые необходимо и вырубить лес, и выяснять верхний слой почвы, и сделать специальную подушку. Потом все это, ну, вот, то есть, это сложно, дорого, вот, и если это еще, скажем, сложный ландшафт, типа в горах, то это надо еще рубить тоннели, то есть, это очень сложное, дорогое мероприятие. Вот, то же самое касается и надземных дорог, то есть, как бы, сам тренд надземных дорог, он правильный, вот, но то, как это реализовано, пока оставляет желать лучшего, то есть, это, опять же, те же самые колонны массивные и скорости, которые, в общем-то, не соответствуют уже требованиям современного мира, то есть, очень низкие скорости. Вот, ну, канатные дороги, это отдельная история, вот, здесь тоже очень много недостатков, то есть, начиная и от скорости передвижения, и от самой механики передвижения, то есть, движется вся линия, то есть, не отдельное транспортное средство, движется вся линия, которая ведет все транспортные средства, и, в общем-то, здесь тоже изнашивание узлов, низкие скорости, вот, ну, и, в общем-то, короткие расстояния ограниченные, здесь тоже ряд минусов есть вот ну и сразу как бы переходя уже к делу то есть скажем что идеальное транспортное средство она уже существует вот она уже разработана она уже функционирует и она и это эти транспортные системы это струнными транспортными системами струнные транспортные системы и ст либо как раньше назывались skyway вот ну и почему струнные принципе здесь все просто есть струнный рельс снаружи он как как обычный выглядит вот но внутри у него есть такая небольшой секретик то есть это непосредственно струна которая является преднапряженной которая позволяет сделать струнный рельс очень длинным очень при необходимости гибким в принципе тут вариантов очень много и вот мы видим вот такие вот шикарные но мы увидели тут удручающую картинку с монорельсом бетонными тяжелыми опорами которые закрывают пол неба и вот видим здесь вот на картиночке красивую ажурную ниточку на фоне неба вот которая в общем то по которой движется транспортное средство все очень элегантно за небольшие деньги очень гибкая конструкция может применяться в принципе в любых ландшафтах любых городах где-то не или между городами вот мы естественно то есть сам сам надземный принцип передвижения он он можно сказать идеален с точки зрения и ландшафта то есть нет необходимости вообще каким-то образом влиять ландшафт то есть ставятся опоры а б вот и между ними натягивается путевая структура которая является идеально ровной она может быть бесконечно длинный по ней транспортное средство может двигаться очень плавно при этом очень быстро то есть принципе здесь вы достигаются и безопасно да и безопасно в том числе но мы здесь мы видим на картиночке три вида различных вида путевых структур посередине мы видим жесткую где можно ехать и сверху и снизу сверху видим полу жесткую и снизу гибкую в принципе они используются для каждой каждый для своих целей каждый для своего предназначения вот но и вот здесь мы видим на картинке тоже действующая трасса в мариной горке как раз таки это самая жесткая структура где снизу движется подвижной состав предназначены для городских условий а сверху движется транспортное средство предназначен для межгорода вот верхняя пока еще до 500 километров час не разгоняли вот но она в принципе уже как бы имеет такую цель вот и об этом чуть позже мы тоже поговорим но ас на картиночке также расположена станция вот она состоит из трех этажей вот снизу находится музей истории транспорта на втором этаже станция посадки городской транспорт и на третьем этаже это как раз таки станция для высокоскоростного транспорта вот ну и вот тоже картиночка такая веселая летняя из нашего поездки в марину горку и можно прям руками потрогать при при желании то есть это все тогда двигалась мы на этом не катались и трогали фотографировались но такие вот замечательные фотографии вот ну и автором технологии является антолий дар дочерицкий который в принципе занимался технологии транспорта всю свою жизнь начиная со студенческой скамьи и даже раньше вот за все свою жизнь было сделано огромное количество экспериментов опытов написано огромное количество книг получено патентов то есть струны транспортной системы могут быть не только на земле но могут быть и в космосе то есть это целая целая а теория можно сказать наука не можно сказать это точно наука вот и зао струнной технологии который находится в минске уже получила статус научной организации тоже об этом что же поговорим вот одна из тоже видим золотая колесница одна из наград руках у меня книга инженер вот очень хорошая книга рассказывающая про всю историю возникновения струнного транспорта начиная с 1970-х годов вот иногда наших дней с картинками с такими биографическими сводками вот ну и двигаясь дальше тоже ну не вот такой небольшой технический слайд вот но почему здесь просто для примера за счет чего я бы я озвучил скорость 500 километров час за счет чего мы можем получить такую скорость как пример мы видим что коэффициент аэродинамического сопротивления по сравнению с обычным автомобилем почти в 10 раз лучше вот у транспорта струнного транспорта то есть и за счет этого повышается его эффективность в несколько раз особенно это ощутимо на именно на высоких скоростях то есть скорости свыше 100 километров час это очень ощутимо ощутимое такое явление вот это первый момент и второй момент это против вас сами сам мотор колесо то есть мотор колесо как каждом колесе есть мотор и в общем то потери на электроэнергию здесь минимальные то есть кпд очень высокая то есть здесь тоже достигается очень хорошая эффективность нету двигателя внутренних сгорания где какие-то через какие-то механизмы передается крутящий момент и все находится в одной точке таких моторов на каждом колесе то есть это может Типа четыре мотора в одном подвижном составе. То есть даже если один мотор отказал, то будут тянуть все остальные. То есть здесь тоже безопасность повышается, надежность и так далее. Ну и раньше еще спрашивали, еще раньше, не свалится ли. Ну и тоже показывали вот такие вот ролики, поддерживающие боковые. Ну и тоже отвечали, что нет, не свалится. Но сейчас как бы уже этот вопрос сам с собой не сваливается ничего. Поэтому все работает, функционирует. Ну и здесь тоже мы видим несколько вариантов. Точнее городской вариант и междугородний. Ну и просто для примера можно посмотреть, что вот слева на картинке транспортное средство перевозит 14 человек. То есть по сути дела это обычная маршрутка. Но в этой маршрутке расход топлива получается, что 120 грамм на пассажира. То есть в принципе на всех пассажиров это около полутора литров топлива на 100 километров. Ну и естественно это почти в 10 раз меньше, чем у обычной маршрутки. То есть это экономия топлива опять же здесь очень хорошая, очень высокая. Ну и немножко резюмируя все вышесказанное, можно смело сказать, что данный транспорт является идеальным. И с точки зрения капитальных затрат, мы видим, что капитальные затраты минимальные. То есть именно стоимость строительства зелененьким обозначена струнный транспорт. Ну и понятно, что нет этих огромных бетонных конструкций. То есть все легкое, ажурное, легко монтируется, легко эксплуатируется. Ну и то есть в общем-то эксплуатируемые расходы тоже минимальные. То есть нет необходимости чистить от снега, от песка. Там какие-то латочный ремонт производить ежегодный. То есть эксплуатационные расходы тоже минимальные. При этом нету никаких водителей. То есть это транспортная среда, движущаяся на автопилоте. То есть тоже здесь идет экономия в том числе и здесь. Расход энергии минимальный. За счет применения мотор-колес, за счет аэродинамики. Вот за счет веса небольшого. Расход энергии минимальный. Пропускная способность при этом максимальная. То есть она может быть даже больше, чем в московском или минском метро. За счет гибкой настройки, за счет увеличения при необходимости частоты отправки подвижного состава. То есть минимальный зазор между двумя транспортными средствами может достигать вплоть до двух секунд. Ну при необходимости. Но и загрязнение окружающей среды тоже минимальное. Так как это по сути дела электрокар на стальных колесах. Транспортная аварийность минимальная. Только за счет того, что поднимается транспортное средство над землей. Вот избегается столкновения с людьми, с животными, с другими транспортными средствами. То есть транспортная аварийность тоже на самом высочайшем уровне. И она лучше даже, чем в авиации. То есть авиация считается самой безопасной транспортным транспортом. А струнный транспорт будет даже еще более безопасным. Ну и вариантов уже реализации их несколько. Каждый под свои задачи. Есть двухместные, четырехместные, шестиместные, четырнадцатиместные. То есть любой спектр задач можно закрыть. То же самое касается и в грузовых перевозках. То есть изначально в бизнес-плане контейнерной перевозки не было предусмотрено. Но со временем заказчики проявили запрос. А можем ли мы перевозить контейнеры, обеспечить контейнеры перевозки? Ну и Анатолий Дародович Уницкий сказал, что надо подумать. Ну и в итоге родилось решение для перевозки контейнеров. Именно контейнеров, то есть полноценных таких морских контейнеров. Эта трасса сейчас строится в Шадже. Об этом чуть позже поговорим. Ну а это вот картинка из Марьиной Горки, где все наши болиды или юнибусы, юникары. То есть у каждого свое название. Весь наш юнитранспорт. Здесь вот мы видим размещен на путевых структурах. То есть по сути дела на земле снизу сейчас растет там трава, там либо какие-то лекарственные растения, либо что-то еще. А сверху на втором уровне находится весь транспорт, который в общем-то не мешает жить. Находится где-то сверху. Ну и занимается в общем-то своей функцией перевозки людей. Ну и, конечно же, за все эти годы было получено огромное количество сертификатов, патентов, наград. То есть все это есть у нас в Минске на железнодорожной 33, дипломы, причем из разных регионов. Ну и вот тоже и студенты защищают свои дипломные работы. Ну и вот мы видим здесь вот один из студентов Шарджи защищал диплом. Вот были студенты из Австралии, которые защищали свои дипломы. Также приветствуются белорусские студенты. То есть происходит взаимодействие с белорусскими вузами, и минскими вузами, и брестскими, и витебскими заключено соглашение. Ну и вот в 2018 году я в том числе защитил дипломную работу. Это уже в рамках своего второго высшего образования. Вот бизнес-план строительства грузопассажирской трассы из Минска в аэропорт. Так что защищают дипломы не только где-то там, но и в том числе наши партнеры и активисты. Ну и дальше, двигаясь дальше, то есть тоже то, что было сказано, ЗАО «Струнная технология» получила статус именно научной организации. То есть не просто там производственной, либо еще какой-то, а именно статус еще полученный научный. То есть это далеко не каждому доступно. Ну и некоторые научные достижения компании. То есть на предприятии работает 11 кандидатов наук. Пять сотрудников имеют ученое звание доцента, более 10 преподают в вузах страны. За пять лет сотрудники компании публиковали более 40 научных работ, 100 статей и 5 книжных изданий. Было получено 95 охранных документов. В 2016-м зарегистрированы 20 евразийских патентов. В 2020-м году получены европейские, в 2021-м два китайских. Ну в общем-то, кому интересно, можно на сайте эту всю информацию почерпнуть. Ее на самом деле очень много, перечислять можно очень долго. Ну и в общем-то, компания всегда ведет деятельность открыто. То есть каждый год публикуются бухгалтерские аудиты. То есть всегда прописывается, на что тратятся средства, то есть как развивается, какие балансы сейчас, что на балансе, какой заработный фонд, сколько была выручка за год. То есть все это можно посмотреть в финансовых аудитах. В частности, мы видим, допустим, за 2021 год выручка от реализации была 30 миллионов. Вот по сравнению с 2020 годом, где было 5 миллионов. То есть по сути выручка выросла в 6 раз. Ну как бы по белорусским меркам 30 миллионов рублей – это уже неплохая выручка годовая. Поэтому с чем мы за устроенной технологией, в принципе, можем и поздравить. Ну и двигаясь дальше, вот одно из зданий, которое находится в районе тракторного завода на улице Чеботарева. Второе здание находится на улице Железнодорожной 33. Все эти здания находятся в собственности, где размещены сотрудники, дизайнеры, инженеры, бухгалтеры. Там, ну, в общем-то, весь спектр людей, то есть уже больше 600 человек. Вот. Ну, то есть, в общем-то, все без мозг компании расположены как раз-таки вот здесь вот на улице Железнодорожной 33. Ну и название улицы тоже такое прямо говорящее. Вот пока эта улица называется Железнодорожной, может быть, в дальнейшем, через пару лет, ее переименуют в струнную. Ну и там находится у нас мозг компании, здесь у нас находятся руки компании, то есть это в Шабаны, где тоже отдельное производственное здание, где собирается транспортное средство. Вот. Ну и потом отправляется на площадку в Марину Горку, где уже есть пять готовых трасс. Вот. Еще две процессы строительства, где, в общем-то, они проходят испытания и как это, ну, прогоны, реальные прогоны в реальной жизни, то есть их наладка, оптимизация. Вот. Но об этом тоже немножко позже посмотрим, то есть, что было еще оптимизировано. То есть, посмотрим даже на этой неделе. Вот. Ну и когда в 2019 году показали все, что уже функционирует в Мариной Горке, проектом заинтересовались Объединенные Арабские Эмираты. Вот. И предложили сделать решение для их страны, для их жарких условий. Вот. Ну, Анатолий Дарвич, естественно, согласился. Вот. Ну и уже мы видим первые плоды этой деятельности. То есть, даже не первые, а уже мы видим много чего сделано. Вот. Это первые картинки из Шарджи, из Объединенных Арабских Эмиратов. Вот. Ну и было уже огромное количество новостных всевозможных публикаций, приезжали и с радио, и с телевидения, из разных концов мира. Там, из Франции, из Канады, из Японии, из Америки, из Южной Америки, там, в общем-то, из Африки. То есть, огромное количество было сделано репортажей. Вот. Ну и потом вот это вся новостная, новостной фонд плавно перетек в дубайское мероприятие Экспо-2020. Вот. Несмотря на все ковидные ограничения, вот это мероприятие все-таки состоялось, хоть и на год позже. И здесь уже было огромное количество делегаций из разных концов тоже мира. То есть, это были и правительственные, и бизнес-делегации. Ну, здесь мы видим, в частности, была делегация из Африки. Здесь еще одна делегация из ГАНа, бизнесмены. Вот. Все приходят, им демонстрируется уже действующее решение, демонстрируется пункт управления. Вот. Видим, из шести мониторов, где можно смотреть все, что происходит на трассе, управлять всеми процессами. Ну и, в общем-то, все остаются в крайне положительном. Такие эмоции. Вот. И всем нравится, желают удачи. Вот. Это, видим, делегация европейская. Насколько я помню, это было из Чехии. Вот. Очень много было бизнесменов из Индии. Индия, в принципе, находится неподалеку и очень много тесно взаимодействует. Были деловые контакты из Великобритании и Австралии. Мы тоже можем читать. Вот. Один из отзывов. Спасибо за прекрасную демонстрацию. Это действительно транспорт перевозки будущего. Я очень рад попытаться помочь этому проекту продвинуться как в ОАЭ, так и в моей родной стране в Австралии. Вот. Например, это Дэйл Джексон. Такая же книга была отзывов и на белорусских выставках, когда мы их, в принципе, смотрели. То я тоже оставлял отзыв. Вот. И многие, кто... И там, я помню, что из Академии наук там оставляли отзывы. То есть и министры. Вот. Ну, то есть, в общем-то, это все ведется. Можно почитать. Вот. И... Были представители из Mobility Leaf. То есть, ну, в принципе, все выставки сейчас... Вот. Это один из представителей приезжали, смотрели. То есть все очень нравится. Вот. Сфотографировались прямо под контейнером. Не побоялись тут стоять всей целой делегацией. Ну, как бы... Вот такие вот памятные фотографии. Модель струнного транспорта установили в центральном корпусе SRTI. То есть, под крылом этого инновационного центра в Шарджи, который, в общем-то, и приютило струнные технологии у себя. Вот. И у них в головном их офисе как раз-таки разместили Unicar. Вот. И вот он как один из главных экспонатов, то есть одна из изюминок научного технологического парка. Вот. Прямо у них там в центре собирает свои лавры. Вот. Ну, естественно, были и на радио репортажи. В центре мы видим Олега Зарецкого, который живет в Арабских Эмиратах уже более 20 лет. У него хороший английский. Он на таком очень звонком, бодром языке рассказывает про технологию. Вот. Ну, и, в общем-то, и на радио выступает, на телевидении. И на всевозможные ездят выставки. То есть, в общем-то, очень неплохо продвигает проект как раз-таки в том регионе. Вот. Ну, и так же были вот недавно продемонстрированы U-Sky Transport на Шарджа ТВ. То есть это тоже уже не первое выступление. Вот. Ну, и на выставке в Берлине уже не сами сотрудники ЗАО «Струнные технологии» представляли струнный транспорт, а уже под эгидой делегации из управления дорог и транспорта Дубая, RTA, где они уже лично представляли, то есть как концепт для развития инфраструктуры Дубая на будущие годы. Вот. Ну, и... А, ну вот еще, да, одна из последних струнный транспорт представили на форуме в Индонезии. Вот. Его только представили. Там тут же им заинтересовались, тут же был подписан контракт. Вот. Ну, и прошлая новость, мы даже видели там, ну, что происходит. Вот. И вот эти вот все пробки. Мы это видели. Это, конечно, такое зрелище недослабонервных. Вот. Это визит вьетнамцев. То есть это страна, которая на протяжении уже четырех последних лет, она просто бьет все рекорды по привлечению, по поддержке проекта, по привлечению инвестиций. И вот. Ну, и вот они приехали, наконец-таки вырвались из... Их очень жесткие были там рамки по ковиду. Вот. Они, наконец, вырвались. И этой осенью посетили и ЗАО Струнной технологии, и саму площадку. То есть, в общем-то, все пощупали, посмотрели своими руками, подарили картину, остались очень довольны. Вот. Ну, и вот тоже фотографии из производства. Ну, в общем-то, вот такие вот визиты тоже случаются. Вот. Ну, и что касаясь адресных проектов и небольших планов наперед, то есть вот так вот может выглядеть станция внутри города. То есть снизу люди, на втором этаже это может быть какой-то городской транспорт, выше может быть еще какие-то пересечения. То есть если метро у нас копают вниз, и там все пересадки происходят, то здесь пересадки происходят над землей. Вот в таких вот открытых пространствах, в открытых станциях. То есть очень красиво и эстетично. Вот такие вот могут быть станции. То есть станции могут быть не обязательно двух- и трехэтажные. Станции могут быть многоэтажными. Здесь мы видим 20-этажное здание, где, в общем-то, может размещаться и не просто как станция, он может быть и бизнес-центром, он может быть и жилым домом. То есть, в принципе, это здание может быть многопункциональным. Ну, и вот видим, что путевая структура, она не только снизу, но может быть и сверху. То есть это прям такой очень интересный концепт, в принципе, для размещения, для жизни людей. Ну, и вот тоже видим, здесь есть такие вот шахматные расположения, то есть где такая башня является некой доминантой. Вот вокруг нее сосредоточен жилой фонд. Вот люди живут на природе. Ну, и если им необходимо попасть куда-то, куда-то поехать, либо что-то купить, вот они просто могут идти в такое здание доминанта, все это сделать и закрыть все свои какие-то потребности. Ну, и вот еще такой вариант. То есть, в принципе, вариантов их много. Ну, к слову, просто сказать, что линейные города были поддержаны даже Организацией Объединенных Наций. То есть было два гранта выделено на развитие технологии. То есть Организация Объединенных Наций, но она понимает проблему больших скучных городов. То есть это тоже проблема. И вот как раз-таки с помощью струнного транспорта эту проблему можно было решить. То есть расселив людей на более широких пространствах. Ну, и тем самым подняв экологичность в регионе, в общем-то, и сделав жизнь людей более комфортной, на природе более здоровой и так далее. Ну, и это еще вот вариант тоже уже более современный, как раз-таки таких вот поселений. Ну, в принципе, кому интересно, тоже можно на сайте более подробно все это изучить. Ну, и в целом потенциал развития дорог, он велик. То есть это до 50 миллионов километров, возможно, по всему миру. Ну, и такой как бы идеальной, наверное, картинкой это было бы, мы садимся где-то у себя в городе, нажимаем где-то в смартфоне, там, хочу, например, в Пекин, хочу в Токио или еще куда-то, нажимаем на кнопку, вот, ну, и транспортное средство у нас несет в ту точку, вот, без всякого нашего какого-то участия, без пересадок. То есть у нас просто вот, как сейчас в интернете данные сами по себе перемещаются, вот, точно так же могли бы перемещаться и люди, вот, ну, и, в общем-то, такой вот большой задел на будущее, в принципе, для развития технологии. Вот, ну, и говоря уже про день текущий, сейчас мы находимся в преддверии 15 этапа. По бизнес-плану всего 15 этапов, уже 14 почти пройдено, вот, ну, и, по сути, на 15 этап останется только две основные задачи, это достроить трассу для контейнерных перевозок, то есть, в принципе, она уже достраивается, и мы сегодня посмотрим в новостях чуть позже фотографии, и построить 20 километров высокоскоростной трассы, вот, пока, где это будет высокоскоростная трасса, пока неизвестно, то есть, может быть, это будет в Беларуси, может быть, это будет в Обеденных Арабских Эмиратах, вот, ну, суть в том, что необходимо все-таки протестировать скорость 500 километров в час на реальной трассе, то есть, чтобы это сделать, должна быть, она довольно длинной, то есть, до 20 километров, чтобы можно было успеть и разогнаться, и в то же время еще можно было успеть остановиться, вот, ну, и протестировать какое-то время, достичь скорости 500 километров в час, и еще какое-то время на ней ехать, чтобы делать какие-то замеры, вот, ну, и объем привлекаемых инвестиций, там, ну, порядка, там, 100-150 миллионов долларов, вот, в общем-то, тоже задача вполне посильная, ну, и, говоря про, можно, такие предложения по, для, для партнеров, для инвесторов, то есть, есть, в общем-то, люди, которые непосредственно инвестируют свое время, это работники, рабочие, инженеры, дизайнеры, есть люди, которые инвестируют свои какие-то кровные, вот, и финансируют работы, зарплаты, какие-то, именно, рост проекта, вот, есть специальные пакеты, все это находится в личных кабинетах, то есть, пакеты для студентов, для пенсионеров, для малышей, то есть, для бизнесменов, то есть, есть пакеты в рассрочку, есть всевозможные там новогодние предложения, кстати, вот, есть сейчас хорошее новогоднее предложение, вот, чуть позже посмотрим, вот, и все это обеспечивает такой вот симбиоз и развитие проекта, вот, ну, и почему выгодно поддерживать, ну, проект при успешной его реализации может существенно решить какую-то, не какую-то, а очень много транспортных проблем, то есть, может качественно поднять жизнь людей на планете, то есть, все это, естественно, капитализируется, вот, ну, естественно, при успешном его реализации, поэтому доли, которые получает инвестор, они передаются по наследству, могут передаваться по наследству, то есть, все это фиксируется в специальных реестрах, книгах, вот, ну, и, в общем-то, всю эту информацию можно получить в личных кабинетах, вот, и при необходимости узнать у консультантов, техподдержки, все необходимые какие-то детали, вот, ну, и, так что те люди, кому проект интересен, разбирайтесь, подключайтесь, вот, ну, и вникайте, вот, ну, и переходя уже к новостям за текущей неделе, вот, есть хорошие у нас тут новости, то есть, и в том числе из Беларуси, то есть, где был доработан 48-местный Юнибус, то есть, была улучшена и ходовая часть, вот, и, сейчас давайте почитаем, 40 был отправлен, после улучшений был отправлен обратно в Марину Горку, вот, изменения коснулись пассажирского и тягового модулей, вот, инженеры Юницкий Стрин Технологис совместно со специалистами производственного комплекса СВ Плант более полугода работали над 48-местным электромобилем на стальных колесах Ю4-220Т2, улучшая ключевые эксплуатационные параметры модели, изменения коснулись пассажирского и тягового модулей Юнимобиля, для улучшения плавности хода на обоих транспортных модулях была использована специально разработанная тяговая тележка, а чтобы сделать микроклимат в салоне более комфортным, добавлены оригинальные климатические блоки и воздуховоды, установлены новые компрессоры и вентиляторы, единый накопитель энергии заменивший, спаренный, облегчит обслуживание и уменьшает электромагнитные помехи, также практически полностью переработаны системы электрооборудования ну то есть мы видим постоянный процесс каких-то оптимизаций то есть мы видели недавно оптимизацию путевой структуры, мы видим оптимизацию подвижного состава то есть технология не стоит на месте, то есть она постоянно улучшается, развивается и в принципе вот это все время, которое кажется, что оно прошло много вот, но все это потрачено не зря, то есть все это повышает характеристики и в дальнейшем будет проще все это обслуживать вот, это будет все работать эффективнее и лучше вот, ну и вторая новость, представители U-Sky Transport посетили мероприятие Future Forward, организованное департаментом электронного правительства Шаржи, вот сама, совместно с компанией Гартнер, ну здесь мы видим на картиночке и Дениса Юницкого, вот и видим здесь Хусейна Аль-Махмуди, гендиректора парка в Шарже, вот события приняли участие все IT-директора государственных ведомств Шаржи, встреча была посвящена обслуживанию проблем и возможностей, которые открываются перед компаниями, госучреждениями в направлениях цифровой трансформации, кибербезопасности и цифрового лидерства. Вот, ну и в рамках мероприятия Future Forward в научно-исследовательском психологическом инновационном парке Шаржи состоялся круглый стол, в нем приняли участие генеральный директор Хусейна Аль-Махмуди, руководитель крупных компаний-резидентов инновационного парка, и одной из тем встречи стали долгосрочные коммерческие проекты, юзкая транспорт не только в Шарже, но и во всех ОАЭ. Вот, ну вот видим такие вот тоже подвижки. Дальше. Благодаря, ну, также, да, вот опять же, с трасса по контейнерной перевозкой. Вот, видим фотографии из Шаржи, как все это происходит, как происходит монтаж. Мы недавно смотрели, как вот эти пучки струн собирались в единые такие красивые пучки. Вот, ну, сейчас все это монтируется, поднимается. Ну, тоже такой процесс довольно интересный. Вот, как, ну, вот все это происходит в живую монтаж. Вот, это трасса как раз-таки для контейнерных перевозок. То есть, это очень-очень мощная трасса. Вот, ну, и здесь вот уже можно почитать, что время работ по предварительному напряжению прядей, их около ста, прошло. Вот, и уже сформированы поперечные сечения, в соответствии с проектом, готовы к следующему этапу. Опорные клинии обеспечивают необходимую форму верхней хорды, а также определяют точное положение подвесок, соединяющих верхнюю и нижнюю хорды. Стандартное оборудование для нестандартного решения, гидравлические анкерные домкраты, установленные на промежуточных опорах, заменяют в 8 тяжелых кранов. Это помогает избежать больших финансовых затрат. Но, опять же, видим, что даже вот здесь такой, казалось бы, мелочи, то есть, как поднять, и то Анатолий Дарвич применяет решение, которое позволяет удешевить, оптимизировать финансовые затраты. Да, Виктор, добрый вечер. Так, ну и вот, переходя уже от новостей технических, переходим уже к новостям партнеров. Сейчас у нас в кабинетах открыта акция Shea New Year. Ну и, в общем-то, очень хорошее предложение. Дисконт 1 к 80. Поэтому, кому интересно, могут зайти в свои личные кабинеты и все это посмотреть. Оно тоже по времени ограниченное. Вот, поэтому, кто соскучился по таким хорошим дисконтам, то есть, добро пожаловать. Новый год, время чудес. Вот, и в кабинетах можно все это найти. Потому что, совсем недавно дисконт был 1 к 23, к 25, а сейчас дисконт 1 к 80. Ну, такое бывает только под Новый год. Вот, так что каждый может проверить свои личные кабинеты. Вот, ну и, переходя к ближайшим событиям, 22 декабря пройдет онлайн трансляция «Миллион сердец СВЦ», где будут подведены итоги года, будут озвучены какие-то планы на следующий год. Ну, в общем-то, будут много поздравлений. Вот, ну и в том числе будет разыгрываться миллион долей среди инвесторов и партнеров, вот, которые достигли определенных результатов. Вот, ну и одним из наших организаторов будет выступать там наш Олег Тарасов. Вот, ну и тоже не могу не поздравить. То есть, в нашем челлендже, который длился на протяжении полгода, золото среди огромного количества киргизов вырвал. Вот мы видим здесь слева флаги Киргизстана. Вот, и вот на третьем месте у нас Олег. Вот, ну, с чем его, конечно же, поздравляем. Вот, 642 балла золота. Ну, и, в общем-то, он как вошедший в тройку среди потела Жамагуль, Жамаргуль и Олег, вот, отправляются у нас в конце января, начале февраля в Объединенные Арабские Эмираты, вот, где и, в общем-то, ну, получат свои заработанные призы. Вот, поэтому Олег поздравляем. Ну и, в принципе, на этом у меня сегодня все. Вот, поэтому, Олег, выходи. Вот, может быть, тебе есть что сказать. Вот, ну, и Игорь Эдмитович тоже, если есть эмония, можно включиться. Вот, мы вас тоже, пожалуйста, послушаем. Спасибо за поздравление, но ты знаешь, я приболел, если не позволите мне. Я просто, да, очень рад, что вырвал эту победу, действительно, там даже 645 баллов, но это там очень быстро они убрали и так далее. Ну, в общем-то, мне это... И, конечно же, как и в прошлый раз, я очень буду настроен на то, чтобы вам донести все, как говорится, из первых уст все, да, но сегодня у нас вот присутствует уважаемый человек, наверное, всем нам тоже будет интересно послушать его, а я уже в следующий раз тоже расскажу, и выздоровлю, и расскажу. Так что, если есть возможность, может быть, дадим слово. Ну, я как бы дал вот ведущего, тут уже... Игорь Эдмитович, если у вас есть желание, поставьте плюсик, если нет, ну, может, в другой раз, тогда поставьте там нолик или что-нибудь, или минусик, вот, чтобы вы понимали. Вот. Так. Плюсик. Ну, все, тогда давайте, включайтесь. У вас, в принципе, ведущий я право дал, вот, можно попробовать. Будем рады вас слышать. Там есть сверху кнопочки, справа, справа, сверху и микрофончик, есть камера. Вот, на начало можно нажать отдельный микрофон, отдельно камеру, вот, и тогда будет уже что-то видно. Не включается. Он должен быть таким сереньким. Серенький и зелененький. Над фотографией. А, фотографик. Что-что? Над фотографией, объясни человеку. Над фотографией, справа, слева. Вот. А, ну, и там, возможно, еще, когда нажимаете О, есть. А, вот, наверное, да? Да, 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 да. Ну, еще можете камеру. Уже слышно, уже слышно, да. И рядышком еще и значок камеры. Тут тоже можете нажать на эту камеру. Вот, и тогда еще мы вас и увидим. О, все. Хорошо. Доброго дня, доброго вечера всем. Благодарю, Алексей, за, вроде, короткую, но, вместе с тем, развернутую и емкую презентацию, что происходит и по новостям. И благодарю, что пригласил меня. Я для всех присутствующих, говорю, я всегда в теме. Доступен круглосуточно, как я и шучу, и всерьез говорю. Готов общаться с любым, с любой, в любое время суток. Ради бога, по любым вопросам всегда можно обсудить. В теме Skyway, конечно, я в курсе. Я, кто меня знает, тот знает, кто не знает. Я один из первых инвесторов. Ну, вот с Алексеем мы практически одновременно зашли в начале 2014 года, как только появилась информация. В том числе и с Анатолием Эдуардовичем познакомились лично в это же время. И надо отдать должное, что он принял наше предложение о сотрудничестве. Оно идет и до сих пор. Просто сейчас, может быть, неполная информация для всех проходит. Но это естественно. Чем дальше развивается любой проект, тем больше он уходит в степень закрытости, тактической закрытости. А стратегическая открытость, она ясна. Вот и Алексей, по-моему, предельно ясно сегодня так разрисовал. Строки. К сожалению, сроки, чем дальше мы уходим, тем больше мы не можем эти сроки слышать. И производитель не может их озвучивать. Потому что шапкозакидательство поначалу кажется. А на самом деле это новый проект. Всегда со сроками он оттягивается. Как любые, любые международные какие-то новости или внутри страны. Поэтому здесь обижаться не стоит. Мое глубокое убеждение, что проект состоится. И те доли, которые у меня зафиксированы, их немало. Я уверен, что они будут реализованы. Давайте и дальше встречаться, общаться на позитиве. Всех с наступающим праздником. С бонусами, которые вот Алексей озвучил. 22-го, я думаю, мы узнаем от ребят, которые руководят фондом от Skyway Capital. Более подробные новости. И наверняка будут какие-то, если не ошеломляющие, то какие-то новости будут определяющие. Которые некоторые, а может быть и многие, сомнения наши развеют. Благодарю. Всем пока-пока. Увидимся. Спасибо, Игорь Леонидович. Спасибо. Ну, да. Рады. Очень приятно видеть таких вот, как это сказать, ветеранов проекта. То есть, не ветеранов по жизни, а ветеранов именно проекта. То есть, которые с 2014 года в теме, которые знают все это, начиная с картинок. Вместе мы когда-то закапывали капсулу, стояли на одном поле, там все это, ну, такие вот интересные. Вот. Ну, и вот мы видим, как растет это дитя, как оно хорошеет, хорошеет с каждым днем. Ну, и очень приятно все это наблюдать. Ну, и уже немножко так, уже подходя к концу, вот, ближайшее следующее наше мероприятие, да, 22 декабря. Вот. Всех туда приглашаю посмотреть, как будет и розыгрыш долей, и какие новости, и планы, поздравления. То есть, в общем, такое торжественное мероприятие. Поэтому всех туда приглашаю. Вот. Ну, а мы с вами встретимся через недельку. Вот. Тоже в 20.00, в понедельник. Да, Елена, тоже вам благодарю. Если кто-то хочет у нас в понедельник выступить, пишите, вот, или там, или сообщайте. Потому что такие вот выходы, они всегда очень приятны. Вот. И разнообразят вот наши вечера. Вот. Вот. Ну, в общем-то, да, Валентина, спасибо. Елена, спасибо. Валентина. Так. Да. Да. Всем благодарность. Спасибо. 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 Спасибо.